Играешь в танки? Подписывайся на мой канал IndomitaWod и обязательно прожимай колокольчик. Такой вот красивый агрегат, мне нравится Тигр-П, сразу скажу. Ну и давайте все и по порядку изучать. Начнем с бронирования данного агрегата. Погнали. Так, вот наша Тигруля. Давайте смотреть. НЛД у нас 118. Ну такое себе, слабенькое. ВЛД у нас 200 мм бронеплита в приведенке 212. ВЛД очень крепко. Есть еще вот такое ВЛД чуть выше. Правильно стоит? Вот сейчас, наверное, вот так. 186 и рикошет. То есть верхняя часть корпуса плюс вот это сумасшедшая броня. Подбашенная рубка 200 мм. Нифига себе. Щеки над гусеничной полки у нас здесь. Сколько? 80 мм. Придетки 114. Слабенькие. То есть вот эта часть невероятно крепкая, щеки слабые. Запоминаем. По поводу башни. У нас маска орудия закрывает основную бронеплиту. Вот здесь ее можно пощупать. Там всего лишь 100 мм. Маска орудия. 160, 160, 200, 197, 160. Здесь вот по краю по 200. Центральный кругляк у нас. Так. Сейчас. Какого поставить-то? Ё-моё. Ну, короче, там дофига брони. Щеки рикошетные. 217, 280, там 300. Сейчас разверну. 230 здесь где-то. 230, 250. Так. Планочка сверху у нас всего лишь 25 мм. Придетки 48. Танк сюда пробивается. Ну, зачем нам целиться? Пока у нас такой шикарный люк есть. Да? 127 мм. Приведенки. Слабое местечко. По поводу бокового бронирования. 80 мм. Идеально танкует от борта, но подставляет вот эту щеку в 90. Через каток, кстати, не бьется. Вот такое вот бронирование. Давайте глядеть модули. Нам предлагается куча пушек. Есть вот такая седьмого уровня. Но нам она нафиг не нужна. Как и фугасница. Нам нужна вот эта пушечка. 240 альфы. 8,6 секунд заряжается. Пробитие на основном 203-237 на голде. 2,9 секунды. Время сведения 0,34 точность. Вот с точностью всё офигенно. Это КВК 8,8СМ. Так. Дальше. По поводу башни. Башни на стойке. У нас обзор 370. Здесь 380. Вот. И. А в остальном всё то же самое. Рекомендую всё равно на тяжёлых танках выкачивать топовую рацию. Поскольку здесь у нас 670. И поскольку вы находитесь, так сказать, на острие ножа, в упор играете, да, тяжёлый танк. Будете, так сказать, светить, светить 710 дальность, да, своим союзникам. По поводу двигателя. 550 лошадей. А здесь сколько? 670. Танк медленный. Даже на турбине играется очень медленно. Поэтому качайте топовый двигатель. По ходовой. 20 градусов в секунду поворачиваем. Здесь 22. Ну, лишним не будет. Плевая модернизация. Во втором блоке вездеходная ходовая. В четвёртом отстройка пролакса. В пятом звукоизоляция. По оборудованию. В основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, ставим закалку. Ставим досол обязательно турбину. Вот это вот прям, ну, самая правильная сборка. По снарядам. Тысяча у нас летит основной снаряд метров в секунду. Голда. 1250-й. Это подкол. Офигенная скорость полёта снаряда. Снаряжение. Ремка, аптечка, огнетушитель. Экипаж я посадил с Е100 с десятки. Не переобучал, не тратил голду. Буду снимать обзоры, играть на экипажи-инвалиди. Да, на экипажи-инвалиди. Поставил док-пайок, чтобы иммунизировать эти потери. Вот. Перки вы сейчас перед собой наблюдаете в таблице. Изучайте, смотрите. По ОВН у нас минус 6 маловато. По ХП у нас 1600. И это очень много. Разменивать своё ХП можно очень выгодно. По мобильности 39 вперёд. И это с турбиной. 14 назад почти 12 лошадей на тонну. Дельная мощность. Маловато. 369.370 обзор у нас. Так было бы почти 400 метров. По плюсу и минусу танк. Танк очень длинный и, в принципе, большой. И это минус, потому что в неё легко попадать. Вот. По подвижности минус. По незаметности, естественно, минус. По броне однозначно плюс. Броня у него всё равно хорошая. Особенно в корпусе. В маске орудий есть броня. Щёки рикошетные. То есть по броне всё чётко. По пушке невероятно хорошая пушка. Точная. Пробивная. С хорошей альфой. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой. Ребята, давайте посмотрим, на что эта тачка способна. Погнали. Так, у нас обзор боем «Тигр-П». Немецкий, седьмого уровня. Тяжёлый танк. Будем сейчас воевать с восьмёрками. Жуть. Такая себе история, конечно. С восьмёрками-то воевать. Проходная прокачиваемая ветка, кста. АМХ-М4-49 лев. Круто. Итальянцев три штуки. За мной. Со мной кто-нибудь вообще поедет. Поехали. Ну ладно. Да, даже с турбиной он не едет, ни хрена. Короче, без турбины его катать нельзя. Не-не-не. Стаб, конечно, тоже такой себе. Но, блин. Я лучше без стабилизатора. Да. Не хотел сойти. Танки на подходе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...